Вообще на этой неделе в столице случилась практически криминальная буря. Громкое заказное убийство, взрывы, стрельба. Причем происходило все это не просто в Киеве, а в самых, по идее, охраняемых безопасных районах. Где именно и что произошло, напомнит наша короткая справка. Не дня без криминала. На этой неделе в топ новостях информационных лент, взрывы, убийства и обстрелы. В вторник, в казалось бы самом охраняемом районе столицы, правительственном квартале, зарезали мужчину. Всего в сотни метров от администрации президента. Бизнесмен Сергей Захарчук как раз подходил к своей машине, когда на него напали двое. Один ударил мужчину ножом в бедро. Ранение оказалось смертельным, лезвие пробило артерию. Сергей скончался по дороге в больницу. Нападавшие убежали, но в полиции составили их фоторобот по показаниям соседей. Вот они гуляли тут два дня, выслеживали, куда этот Серега заходит. Когда приезжает, когда уезжает. Уже на следующий день в СМИ появились версии убийства. Вероятно, Захарчук был причастен к сомнительным финансовым операциям. Якобы, по поддельным документам, он дважды получал примерно по 300 тысяч долларов в банках. Кроме того, по данным журналистов, Захарчук был должен солидную сумму своему бизнес-партнеру. А вот какая официальная версия следствия, пока неизвестна. В полиции подробности не сообщают. В среду ночной взрыв на Броварском проспекте в Киеве. Коп подорвал гранатой машину СБУшников. Все произошло во время спецоперации. Сотрудники СБУ пытались задержать нелегального торговца оружия. Но внезапно ситуация вышла из-под контроля. Он кинул гранату, которую, власне, принес продавать, и втек с места подии. Постраждал один спецопераций службы безопасности. Подрывника объявили в розыск и выяснили, он сотрудник батальона особого назначения полиции, бывший беркутовец, сержант Владимир Ивашенко. Но его все еще ищут, и никаких подробностей дела не разглашают. Четверг. Обстрел в центре столицы. Ночью неизвестный открыл огонь из гранатомета по ресторану на Владимирской. Начался пожар. Никто не пострадал. Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения, но записи пока не обнародуют. В интересах следствия. Стрелка разыскивают. Но самое интересное, как раз на этой улице, в нескольких сотнях метров, находится главный офис СБУ и киевская полиция. Есть ли шансы раскрыть хоть одно из этих громких преступлений? Почему вдруг произошел всплеск криминальной активности? Обсудим с Анной Малер, юрист-криминолог и, пожалуй, самый содержательный комментатор вот таких событий. Сегодня гость нашей программы. Спасибо вам за это, Анна. Добрый вечер. Вот вам не кажется, что вот эти преступления, которые мы только что с вами смотрели в сюжете, они носят какой-то вот такой показательный характер. Вот взять даже преступление на Владимирской, да? Гранатометчик расстреливает ресторан. Рядом офис СБУ, национальная полиция, Министерство иностранных дел. Вы понимаете, что, с одного боку, не хочется говорить оцю расхожу фразу, что мы повертаемся до 90-х, потому что, с точки зрения криминологии, это неправильно. Мы не можем повертаемся, будет что-то новое. Но этот элемент 90-х, когда бизнес-конфликты решаются за помощью оружия, это как раз действительно отголосок у тієї культуры, которая когда-то была очень популярна. Но что касается других преступлений, которые были гучными на этом неделе, то я могу констатировать новые тенденции. Мы, в принципе, привыкли к тому, что боевую оружие используют для решения каких-то побывных своих конфликтов. Но мы сейчас с вами видели, что оружие становится инструментом преступления. И, возможно, мы сейчас говорим про какие-то серьезные каналы преступления. Мы, конечно, с вами заметили одни и те же тенденции. Вы не о взрыве гранат случайно говорите. Два показательных случая мне тоже бросились в глаза. В Днепре преступники забросали гранатами нацполицию. И на этой неделе в Киеве торговцы оружием отбивались от избушников тоже с применением взрывчатки. То есть мы говорим не просто кто-то кого-то ревнувал и кинув гранату, потому что он ее за то привез. А мы говорим про серьезный бизнес, который, я перепрошу, делается на крови, делается на войне. Если нет войны, то этот бизнес практически не может функционировать. И виходит, что у нас, очевидно, мы увидим, что доведет СБУ это расследование до конца, очевидно, есть какие-то очень серьезные каналы сбуду оружия. И я не думаю, что это самодояльность затриманного, а его же не затримали, он втек, сержанта. Очевидно, там может выкриться очень, так, або потужная организация всего этого процесса. Кто-то это приховывает, и это, очевидно, в верхах делают. Кто-то должен прикрывать тили юридично. И кто-то на этом наживается. Я не думаю, что главный бенефициар, или выгодонабыватель в этом, как раз вот этот сержант, который втек. Вообще, как сегодняшнее задержание Рубана, оно, по-моему, ложится в тему нашего сегодняшнего разговора, да, и того, что вы говорите. Как вы его можете прокомментировать? Возможно, это один из тех каналов, которые... Дуже цикавое и показовое затримание. Я думаю, что уже все поговорили, и это в прессе было, что, ну, что-то там есть такое подозрение, за что можно уже затримать. Но почему-то это произошло только сейчас. Я вам хочу сказать, что я не поспешаю радовать работе правоохранителей в этой ситуации, потому что мне интересно... Останная крапка же будет за судом. Мне интересно, что скажет суд. Чи будет вырок, который подтвердит эти подозрения? Чи снова у нас будет гучное затримание? Знову у нас все ЗМИ про это покажут? А далее, как вы знаете, ничего из этого не выйдет? Вот я, кстати, об этом у вас хотел спросить. Ну, вот смотрите, ну, будем откровенны. У нас уже полноценно расследовать, в принципе, по-моему, за последние годы ничего не смогли. Вот имеем кейс уже, да, таких историй. Огромные показательные взятки, то есть взятки огромные, аресты показательные. Имеем громкие убийства, к сожалению. Есть истории помельче, ну, там таких примеров очень много. Я вам могу привести пример израильского паспорта Рабиновича даже. Мы трубим об этом уже, ну, более полугода. Депутаты даже обещают провести расследование, и даже там ничего не делаете. В деле Рубана, вы думаете, будет поставлена точка? Или снова сойдет на нет и забудут? Я могу припустить, что будет заважать расследовать эту справу. Если мы припустим, потому что мы не можем извинувачивать, что действительно он занимался незаконным обеем оружия, то весь этот час, который про это говорили в прессе, кто же это приховывал? И я могу сказать, криминальным сленгом кришувал. Значит, если расследовать эту справу вот так вот, как это должно быть, и если это все выявится, то тогда нужно что? Виявляти и тех людей, которые были співучастниками. А я так понимаю, что співучастники – это непростые сержанти. Аня, теперь практический вопрос. Вот вы диагностировали ситуацию, да, очень грамотно, как всегда, профессионально. Но что с этим делать, это намного важнее вопрос. Какими должны быть шаги правоохранительных органов и власти в целом сегодня, чтобы не было такого разгола преступности? Чтобы преступники не чувствовали себя так вольготно в Украине? Найперше, мы не можем на сегодня прекратить войну, но мы можем на сегодня прекратить эти потоки оружия, которые, кстати, идут в обеих двоих сторон, и из Украины, и в Украину. Это можно прекратить, но иное вопрос, кому это выгодно? Это никому не выгодно, потому что на этом наживаются. Это бизнес, так? Значит, это первое. Потому что, когда появляется большая количество нелегальных оружий, она для чего используется? Она используется для совершения преступления. Потому что тот, кто хочет охранять себя, он придет легально зброю. Поэтому это первый крок. Другой крок, ну, это такая банальщина, я скажу, корупція. Но, перепрошу, без этого ничего не будет. Потому что якое криминальное проведение не открывай, как-то так оно все чепляется, что потом это вопрос, кто-то за какие-то деньги, за какие-то услуги решает. И, наконец, мы с вами не бачим вироков. Мы не бачим, чтобы кто-то там произошел реально покарание. И я вам скажу больше. Как было вироков по корупции у нас, приблизно тысяча за рік, плюс-минус. Мы так с теми цифрами и остались. Подсумирую словами, наверное, такими, что пиар без наказания, в общем-то, к улучшению нашей криминогенной атмосферы в стране не приводит. Аня, не зря я вас назвал в самом начале нашего разговора самым содержательным экспертом. Вы своими ответами это в очередной раз мне подтвердили. Спасибо огромное. Анна Малер, юрист-криминолог, была гостей программы «Подробности недели».